Здравствуйте! Наш взгляд на события минувших 7 дней в традиционном обзоре МТРК. Меня зовут Ульяна Ашимова и смотрите сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Независимость Казахстана – это прежде всего добрые дела казахстанцев, кому государство сегодня говорит спасибо. Эта короткая праздничная неделя, как и стоило ожидать, была наполнена приятными событиями. Это многочисленные награждения, приуроченные к празднику открытия социальных объектов и торжественная речь президента о нашей независимости. Все мы это сегодня тоже вспомним, однако начнем наш традиционный обзор с события, которое состоялось не на этой неделе, а в последний день прошлой. Пресс-служба Аккорды назвала это неформальной беседой с президентом. Интервью главы государства, которое вышло в эфир республиканских телеканалов вечером в воскресенье, действительно была в формате без галстуков, но скорее лишь по форме. По содержанию это не что иное, как подведение итогов года. Года очень трудного для Казахстана, но с другой стороны очень полезного. Года, который показал, как уязвимо положение сырьевой страны, как хрупка была наша экономика и как нужны республике реальное производство. Конечно, нельзя сказать, что это осознание появилось только сейчас. Программа форсированного индустриально-инновационного развития пошла уже на вторую пятилетку. Запущены сотни производств. Экономического чуда, правда, не случилось. Но это не потому, что программа плохая. Скорее наоборот, и в планах по дальнейшему развитию Казахстана в долгосрочной перспективе курс на индустриализацию прописан четко. Но без издержек в таком большом деле, как видится, не обойтись. Буквально накануне этого интервью Нурсултан Назарбаев вновь лично дал добро на запуск предприятий в разных регионах нашей страны. Телемост с его участием состоялся в прошлую пятницу. Так что вопрос о том, как он лично оценивает результаты программы индустриализации и некоторые ее недочеты, оказался весьма актуальным. Мы ввели 770 предприятий. В этом году 120, это 890 предприятий. 95% из этих предприятий работают. Но в таком большом деле бывают, конечно, издержки. Есть предприятия, которые по тем или иным причинам, может ошибка проектирования или неправильный опять менеджмент, они ухудшают свою обстановку. Но ничего страшного в этом нет. Раз задаешь такой вопрос, я хочу сказать об этой программе в целом. Это был наш ответ на грядущие кризисы. То есть уйти от сырьевого преобладания Казахстана и начинать производить перерабатывающие отрасли, машиностроение, переработка сельскохозяйственных сырья, то есть продавать готовую продукцию. В этой связи мы правильно делали. Эти 890 предприятий, на их трачено 5,3 триллиона тенге. Из этих денег 74% это вложение частных предприятий, бизнеса. 74. Остальные кредиты банков есть часть государственных средств. Они, вот заметь цифру, потрачено 3,8 триллиона тенге. Но эти предприятия произвели продукцию на 5,3 триллиона тенге. Фактически перекрыли и заплатили несколько триллионов в бюджет государства. То есть это было абсолютно оправданно. Впервые в Казахстане обрабатывающая промышленность растет 10-20% роста. Вот даже в этих тяжелых условиях именно вот эти перерабатывающие отрасли дают. И задачу поднять производительность в два раза тоже они дают. Мы же 1,6 раза подняли производительность труда. Поэтому у нас же критиканов много. Вот это сделали, госпрограммы провалятся. Я считаю, что вовремя мы начали заниматься индустриализацией. И мы это делаем правильно и будем продолжать. В этом году ввели 120 предприятий. В следующие пятилетки предприятий будет не 700, а 505. Вот в этой пятилетке новой. И работать там будет сотни тысяч новых людей. Это все означает то, что отбирать проекты в программу стоит более тщательно. Об этом Нурсултан Назарбаев говорил и на последнем расширенном заседании правительства. Развитие реального сектора экономики стало ключевой темой нынешнего послания главы государства. И тогда Назарбаев даже отошел от текста, чтобы разъяснить кабинету министров и в первую очередь акимам областей, какая индустриализация нужна нашей стране. Президент говорил о специализации регионов. Казахстан – большое по площади государства. Север, юг, запад и восток – центральный регион. Каждый может внести свою лепту в экономику. Таким образом, обеспечив в стране не только репутацию одного из экспортеров нефти, но и государство с сильным агробизнесом, промышленностью, металлургией и т.д. Потому список проектов программы индустриализации не случайно назвали картой. На этой неделе в областной карте индустриализации появился еще один объект. И он, кстати, из сферы нашей главной специализации – переработки сельхозпродукции. Открытие в Акаинском районе мельничного комплекса компании «Икеа ТАСС Групп» завершил череду торжественных запусков этого года. Он 15-й по счету, так что план выполнили на 100%. Что поможет этому конкретному участнику карты индустриализации стать прибыльным предприятием и оправдать главную цель программы в технологических и в бизнес-процессах, разбиралась Гульнара Кали. Год назад компания «Икеа ТАСС Групп» запустила в райцентре Смирнова Акаинского района новый элеватор. А сегодня здесь открывают мельничный комплекс. С этим значимым событием коллектив предприятий и сельчан поздравил глава региона Ерик Султанов. Глава государства Нурсан Абич Назарбаев послание народу Казахстан новой глобальной реальности, рост развития, реформы ставит приоритетом одну из главных задач индустриально-инновационного развития. В нашей области в этом направлении проводится немалая работа. Это уже 15-й проект второй пятилетки карты индустриализации, который запускают в нашей области с начала года. Стоимость его 900 миллионов тенге, а мощность – 120 тонн в сутки. Цель – увеличить экспортный потенциал североказахстанской пшеницы. Если этот комплекс будет работать полную мощность, будет работать 40 человек, по 20 человек в смену. А вот и торжественный момент запуска мельничного комплекса. Символично, что открытие объекта проходит в преддверии Дня независимости нашей страны. Оборудование на предприятии «Турецкое» с высокой производительностью. Специалисты прошли обучающие курсы и освоили технику управления. Я очень рад, что открыли этот мельничный комплекс. Очень хорошее рабочее место. Как вы видите, здесь выбильный станок. Все делает автоматически. В минуту он шесть мешков делает. Выпускают на мельничном комплексе муку первого, второго и высшего сортов. На сегодня предприятие уже заключило контракты с Ираном и Афганистаном. Ежемесячно в эти страны планируется экспортировать 3000 тонн муки. К мельничному комплексу проложили железнодорожные пути. Уже в январе 2016 года здесь планируют отправить первую партию муки своим заказчикам. Поднять тему развития реального сектора экономики в контексте Дня независимости – это очень логично. Ведь если говорить о независимости в самом полном смысле этого слова, нельзя упустить и независимость экономическую, в том числе и продовольственную. И вот о продовольствии подробнее. Несмотря на то, что Казахстан располагает большими возможностями в сфере развития животноводства, мы до сих пор импортируем мясо. И главное – мясопродукты. Естественно, в условиях открытых экономических границ мясная продукция из стран ЕАЭС, а с нового года еще и ВТО, будет на североказахстанских прилавках. Другое дело – смогут ли местные производители эту конкуренцию выдержать и в цене, и в качестве, и, что немаловажно, в количестве. О причинах такого проседания животноводческой отрасли сейчас говорить не будем. Они известны и, пожалуй, объективны, гораздо важнее, как эта сфера растет сейчас. Беспрецедентные меры государственной поддержки оказываются тем, кто занимается сейчас животноводством. Сразу несколько программ работают в Северном Казахстане. По данным областного Акимата, число предприятий животноводства увеличилось с 400 до 1 тысячи. И ежегодно они покупают по 20 тысяч голов крупнорогатого скота. На этой неделе наша съемочная группа побывала в одном из таких хозяйств. В Есельском районе разводят редкую для наших мест породу КРС, как растут молодые бычки, а вместе с ними и животноводческий бизнес, увидела Ксения Куценко. Этим бычкам три года. Здесь 65 голов крупного рогатого скота калмыцкой породы. Животные для нашего региона редкость. Разведением такого племенного скота мясного направления занимаются всего в двух хозяйствах региона. Одно из них – ТО Московский. 200 голов породистых бычков и телочек привез из Калмыкии директор фермы Николай Коняхин. Уже получил второй приплод. Этим телятам 6 месяцев сейчас. Это телочки. Вот прошли сейчас перевеску, обработку. Есть простые, а есть с характером. Каждому нужно иметь подход. По всей вероятности, это особенностью породы, потому что они выросли в степи, а тут какое-никакое, ну, есть замкнутое пространство, поэтому они где-то и проявляют характер свой. Кормим, все как по технологии, привез дают, не менее килограмма они. Кормим естественными кормами, соломой, дают дробленку, даем. Аппетит у бычков отменный. На 2-3 дня в кормушку кладут почти 6 центнеров сена и соломы. Их, кстати, в хозяйстве заготавливают сами, чтобы прокормить весь скот. А его сегодня здесь уже 480 голов КРС. С увеличением поголовья возникла необходимость расширять животноводческий комплекс, говорит Николай Коняхин. В 14-м приплод пошел, вот в 15-м году, поэтому я вынужден был вот в этом году, потому что мне некуда было в молоднях разместить. Пришлось мне закупить вот эти ангары, Лисаковские их изготавливают. Два стуки у меня обошло где-то в пределах 16 миллионов. Это небольшая цена. Все это строительство я производил за свои собственные сельства. Накануне праздника Дня независимости с работы хозяйства знакомится Аким района. Ему показывают скот и новые постройки. Площадь каждого ангара больше 700 квадратных метров. Рассчитаны они на 300 голов скота. Глава фермы охотно делится с Муратбеком Абишевым своими планами. Намерен довести маточное поголовье с 250 до 400. К слову, животноводство в Есильском районе стало активно развиваться, отмечает его глава. Если раньше тенденция была, что основное поголовье находилось в личных подворьях, сегодня идет рост поголовья КРС хозяйственных субъектов. В этом году, уже в 15-м году, рост поголовья хозяйственных субъектов составил 18%. И такие показатели по всем видам животных. 20 хозяйств у нас занимается разведением только племенного скота. Очень много у нас занимается уже, скажем так, породным преобразованием по программе СВАГА. В целом, вот, на сегодня поголовье КРС 20 900 составило. Всего в Есильском районе 6 племенных репродукторов, в которых содержится 3,5 тысячи голов скота. В общем, сказать, что мы на пути к полной продовольственной независимости, все-таки можно. Картину наглядно показывают цифры. В первом полугодии наша область экспортировала на 172 миллиона долларов, а импортировала всего на 25 миллионов долларов. То есть, импорт продуктов сельского хозяйства в денежном пересчете у нас в 8 раз меньше экспорта. Продаем мы в большом количестве зерно, муку, макароны, масличные, а с недавних пор еще и мясо. Сельское хозяйство и сфера переработки сельхозпродукции – это, конечно, наша главная специализация, но далеко не единственное направление для развития бизнеса. Говоря об экономических успехах к нынешнему Дню Независимости, стоит отметить, что доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте сейчас составляет 25%. Это немного меньше, чем хотелось бы, но зато пятый показатель по республике. А по активности в освоении инструментов дорожной карты бизнеса наши предприниматели вовсе впереди. В этом году фонд «Дому» больше всего прогарантировал займов именно в Североказахстанской области – 110 кредитов. Плюс к этому предприниматели получали реальные деньги под низкие проценты и даже учились бизнесу, в том числе и за рубежом. Ну а теперь о частных примерах. Информационных поводов на этой неделе предостаточно. Предприниматель Раушан Яралина открывает свою третью аптеку. Кредит на расширение бизнеса получила в фонде «Дому» по программе поддержки женского предпринимательства. 10 миллионов тенге планируют вернуть через год. Благодаря им мы в первую очередь, наверное, открылись, поддержали вовремя. Конечно, все сложно было. Большие средства затрачены были на открытие этой аптеки. Наверное, единственная большая в городе с низкими ценами, во-первых, с большим товарооборотом. Ставатологический кабинет в Явлинке открылся тоже благодаря кредиту по дорожной карте бизнеса. Ставка 14%, 10 из которых просубсидирует государство. Около года владельцам клиники потребовалось, чтобы поплатить в свою давнюю мечту в жизнь. По программе дорожная карта 2020, 12,5 миллионов через Сбербанк. Свои средства, конечно, ушли тоже, поскольку произошла девальвация. Сложная ситуация, да. И около 5 миллионов своих средств еще. Гораздо более капиталоемкий, тоже при помощи государства, крупный проект в областном центре. Бизнесмен Сергей Леонтьев открыл в Петропавловске детский развлекательный центр. Потратил более 700 миллионов тенге, 130 миллионов в кредит по дорожной карте бизнеса. Великолепный центр для отдыха детей. Здесь еще раз яркий пример выполнения поручения главы государства по государственному частному партнерству. Задуман хороший проект, и он в установленные сроки, я бы сказал, кратчайшие сроки реализован. Надо отдать должное Сергею Геннадьевичу. Он очень активный предприниматель по области, мы знаем. Сейчас мы договорились, что еще один крупный центр мы в микроюне Берекен начнем строить в апреле текущего года. И я думаю, что в течение года мы его построим. В компании «Скиффитнес эндспа» тоже расширились на деньги льготного кредита. Построили еще один зал, завезли в спортоборудование. 128 миллионов составляют кредитные средства. Процентная ставка 14%, но так как нам помогал фонд «Дому», поэтому половину процентной ставки они взяли на себя. Рассчитываем, что срок окупаемости у нас чуть больше года будет. В счет того, что сейчас делается, благодаря частным инвестициям у нас будет дальше хорошо подвигаться, по сравнению с занятием физическим спортом, физической культурой. И вот этот объект, я сегодня решил посетить его, он сделан очень хорошо. Сделан за счет частных инвестиций, в то же время, когда в жизни необходимо достаточно поддержку. Российский предприниматель Виктор Шкуренко для организации бизнеса на территории Казахстана использовал собственные средства, но и без активного участия государства тоже не обошлось. Супермаркет «Низкоцен» в Булаево района Макжана Жумабаева появился благодаря договоренностям между Акимом нашей области Ериком Султановым и губернатором Омской Виктором Назаровым. В России магазинов под вывеской «Низкоцен» уже больше полусотни, в Казахстане такой первый, всего в 50 километрах от границы. Как признаются российские инвесторы, решиться зайти на казахстанский рынок было непросто. И теперь не жалеют. Местные власти оказали содействие на всех этапах реализации проекта. Строительство завершили быстро. Мне было очень приятно. Во-первых, очень быстро был выделен земельный участок по строительству этого магазина. Хочу сказать, что место очень замечательное. Я очень счастлив, что именно в этом месте нам предоставили возможность построить магазин. Это самый центр города Булаева. И очень быстро было выдано разрешение строительства. И строительство шло быстро. И не было никаких претензий бюрократических, либо каких-либо коррупционных со стороны властей района и области. Это тоже для нас очень приятно. Вообще создание благоприятного бизнес-климата – это порой поважнее льготных кредитов будет. Эта власть прекрасно понимает, судя по тому, какими темпами идет кампания по снижению административных барьеров, например. Ну и самое главное – создание специального органа, который будет защищать интересы бизнеса на всех уровнях, начиная от районного, заканчивая правительством. Национальная палата предпринимателей – это, пожалуй, самое авторитетное за всю историю подобных объединений и сообщества. Вспомнить хотя бы то, какую бурную деятельность на уровне законодательного органа и кабинета министров развернули члены палаты, чтобы не допустить утяжеления налогового времени. Или взять историю с терминалами по безналичному расчету, которые поначалу обязали под угрозой штрафов установить даже в маленьких сельских магазинчиках. И в том, и в ином случае интересы бизнеса удалось отстоять или хотя бы прийти к разумному компромиссу. Дел у региональных палат тоже хватает. Им достаются частные случаи. Здесь палата выступает в роли посредника между бизнесом и властью. Давать прямые указания палата не может. Ее полномочия заключаются в том, чтобы лишь рекомендовать. Но, как показывает практика, эти рекомендации редко остаются без внимания. И это еще раз говорит об авторитете организации. В эту пятницу североказахстанский филиал подводил итоги своей работы, причем не в привычном зале заседания, а в городском доме культуры. Это для того, чтобы иметь возможность пригласить на отчет как можно больше предпринимателей. Стоит ли говорить, что свободных мест в зале не было? Подробности у Ксении Куценко. Впервые специалисты региональной палаты предпринимателей отчитываются о проделанной работе перед бизнесменами Северного Казахстана. Рассказать есть о чем. Работу здесь ведут по пяти направлениям. Устранение административных барьеров, карты регионального развития и развития человеческого капитала – не финансовая поддержка бизнеса. Но главная цель – защитить права предпринимателей. На сегодняшний день у нас заключено порядка 37 меморандумов, и все они охватывают различные аспекты деятельности предпринимательства. Понятно, что в связи с этим наиболее актуальные направления, которые на сегодняшний день мы прорабатываем, работаем в рамках которых – это защита интересов бизнеса. Соответственно, и те соглашения, и меморандумы, которые заключены в этой сфере, они являются для нас наиболее актуальными. Предприниматели часто обращаются в палату за советами или с просьбами решить возникшие проблемы. Таких вопросов в этом году поступило более 4000, из них правовой сферы касаются 25%. Экспертам удалось защитить интересы бизнеса на сумму свыше 300 миллионов тенге. Действует здесь и специальный совет, созданный для подобного рассмотрения споров, которые часто возникают между предпринимателем и чиновниками. У нас есть один пример, когда индивидуальный предприниматель Комаров более 9 лет не мог получить архитектурно-планировочное задание в Акимате для установки павильона. Когда этот вопрос был уже рассмотрен на совете и рекомендовано правильно оформить свое обращение, а Акимату, соответственно, принять и ответить на это обращение. В настоящее время данный вопрос решен. В новых экономических условиях бизнесу бывает непросто развиваться. В этом начинающим и уже опытным предпринимателям должно помочь государство, уверен Якбен Абеев. Во всех 20 посланиях глава государства говорит так, везде надо поддерживать предпринимательство, потому что мы 35% задерживаем социальную сферу, скажем, в этом плане. И доход, значит, до общего дает 35%. В этом году в колледжах региона активно внедряли дуальное образование, а бизнес-школы занимались предпринимательским ликбезом. Обучение там прошли порядка 800 человек. Немало планов намечено и на будущий год. В первую очередь улучшать достигнутые показатели. Сделать так, чтобы бизнесу работалось комфортно, власть заинтересована. Это, конечно, дополнительные налоги, но плюс к этому и возможность часть собственных функций передать в предпринимательскую среду. Это и обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог, наладка освещения. А самая актуальная на сегодня сфера государственно-частного партнерства – строительство новых детских садов. Очередь из малышей большая. Казалось, что самое оптимальное, что может сделать Акимат, дабы обеспечить всех ребят местом в детском саду, вернуть здание бывших детских садов из частной собственности в государственную. Так и сделали. Таким образом, открыли сразу несколько новых дошкольных учреждений, однако на всех этого не хватило. Не смогут сильно повлиять на ситуацию и те детские сады, которые строятся за счет бюджета, совершенно очевидно, что без помощи бизнеса эту проблему не решить. На этой неделе открылся еще один детский сад, построенный за счет частных инвестиций. Роль государства будет заключаться лишь в том, чтобы разместить в этих садах госзаказ, тем самым сделать оплату для родителей адекватной. Кстати, эту практику компания «Егоровские склады» собирается продолжить и построить еще три садика. Все подробности у Ольги Загоруйко. Новый, если сад, Еркимай видно издалека. Большое современное здание расположено по улице Алма-Атинской. Сегодня здесь собрались родители будущих воспитанников. Все с нетерпением ждут открытия. С этим знаменательным днем их поздравил глава региона Ерик Султанов. Только в этом году по поручению главы государства, вот в рамках работы государства сейчас на партнерство, мы строим четыре детских сада, не тратя ни одного, ты и на из бюджета. Поздравляю вас с открытием этого детского сада прекрасного. Уверен, что в этом детском саду наши дети получат прекрасное образование. В праздник принято дарить подарки. Ключи от этого автобуса Ерик Султанов вручил руководству Еркимая. И вот долгожданный момент. Глава региона Ерик Султанов разрезает праздничную ленту, и гости проходят в здание. Его площадь – 5000 квадратных метров. Построена за счет частных инвестиций компании «Егоровские склады». Для гостей юные воспитанники сада подготовили небольшой концерт. Все выступления малышей посвящены Дню независимости. Они о родине, исторических деятелях, госсимволах и дружбе народов. Ребята рассказывали стихотворения на разных языках, танцевали и пели. С малышами здесь будут работать 50 педагогов. Если сад открыт в рамках государственно-частного партнерства, он рассчитан на 280 мест. 150 из них финансирует государство. По 16 203 тенгена одного ребенка. Стоимость по государственной программе будет 13 тысяч. Педагоги сейчас проходят медицинское обследование. Детки также сейчас проходят медицинское обследование. Как только пройдут медицинское обследование, мы будем рады их приветствовать в нашем детском саду. Открытие нового детского сада – большая радость для родителей. Теперь у них появится больше свободного времени, да и дети здесь точно не будут скучать. Им обеспечат полную безопасность, пятиразовое питание, дневной сон, обучение и воспитание. Я очень рада, как родительница, я хочу сказать, что в нашем микрорайоне это открылось. Будут ходить у меня два ребенка, две доченьки. Три-четыре года им. Я очень рада тому, что я сама буду работать, найду сюда работу. И дети, и буду ходить в этот садик. Сейчас в Петропавловске работают 53 дошкольных учреждения. 14 из них открыты в рамках государственно-частного партнерства. Проблему нехватки мест в детских садах чиновники обещают решить уже в ближайшее время. Так как у нас в городе больше 11 тысяч детей стоят в очереди, то мы ставим перед собой цель также дальше сотрудничать с бизнес-структурами, также работать по государственно-частному партнерству. Мы также думаем, что в то же время это является и реализацией посланий Нурсултана Абишевича Назарбаева, то, что мы слышали в этом году. И надеемся, что в 2017 году мы полностью сможем закрыть потребность в детских дошкольных учреждениях. В следующем году компания «Егоровские склады» планирует построить в Петропавловске еще три детских сада. И продолжая тему торжественных открытий праздничного 16 декабря. Сначала экономика, потом политика. Это всегда было главным принципом, но, безусловно, независимость далась нам ценой немалой. Даже если опустить политические подоплеки создания суверенного государства после распада Союза, Казахстану и казахстанцам пришлось пережить немало трудностей, в первую очередь экономических, и вследствие этого и другие проблемы. Зато сейчас, по прошествии двух десятилетий, стало нормой отмечать День независимости, запуском производства, открытием социальных объектов, сдачей жилых домов. Снова праздник на улицах микрорайона Берекем. В последний раз такая атмосфера там была совсем недавно, пару недель назад, в День первого президента. И вот очередные новоселы заезжают в долгожданные квартиры. Свидетелями счастливого события стали и наши съемочные группы. Около полутора сотен семей в День независимости въезжают в свои квартиры по улице Гастелло. Здесь сдали два новых дома. Настроение у новоселов не просто праздничное, они счастливые и щедры на поздравления. Мы три года платили, что строили Сбербан, мы сегодня получаем квартиру. Я поздравляю всех казахстанцев и североказахстанцев, земляков наших. С этим великим праздником всех новоселов поздравляю, кто получает квартиру. Благополучие, счастье, богатство. С двойным праздником новоселов поздравляют Аким области. Сегодня правительство заботится о том, чтобы североказахстанцы жили еще лучше. Благодаря поддержке государства у них есть возможность получить свое жилье, отметил Ерик Султанов. Успешно реализуется программа развития регионов, доступное жилье 2020, дорожная карта занятости. Сегодня мы уже открыли 200 квартир, вот здесь 145. То есть в этом духе будем продолжать. В области мы всего в этом году вводим всего 500 квартир, это немного. Надо вводить больше. На следующий год мы поставили план удвоить эту программу. Североказахстанцы доверяют системе жилстройсбережений. С 2012 года в Петропавловске около тысячи человек получили свои квартиры. Привлекают вкладчиков выгодные условия, отмечают представители банка. Квадратный метр здесь стоит 100 тысяч тенге. В целом у нас этот год очень богатый на события. В целом по объемам уникально, потому что в этом году у нас практически в два раза больше было выделено местным исполнительным органам средств из бюджета. Если ежегодно у нас порядка 20 миллиардов тенге выделялось местным исполнительным органам на строительство домов по направлению жилье для всех категорий населения, то в этом году у нас 40. Этого момента многие ждали несколько лет. И вот новоселам вручают ключи от их собственного жилья. Квартиры современные, просторные, светлые. Алла Садвакасова о такой раньше только мечтала. В своей очереди на заветные квадратные метры ждала 8 лет. Все это время ютилась в одной квартире с мамой и двумя детьми. Теперь у младшего Богдана наконец-то будет своя комната. А вот это моя комната будет здорово. Мне она очень нравится. Я буду сюда приглашать своих друзей. Площадь этой двушки 66 квадратных метров. Говорят, она очень теплая. Кстати, в новых квартирах установили индивидуальные счетчики. С их помощью жильцы смогут сами регулировать у себя дома температурный режим и экономить на теплоэнергии. Очень счастливая квартира большая. Светлые комнаты. В общем, все замечательно. Спасибо большое нашему президенту за эту программу замечательную, что теперь люди могут иметь свое жилье по доступной цене. Впереди у семьи много хлопот, но все приятные. Нужно комнаты обживать и создавать уют. С адвокасовы уже думают о предстоящем ремонте и как обставят свою новую квартиру. А еще решили, главный семейный праздник будут отмечать здесь. Уже и елочку нарядили. Уже совсем скоро эти два общежития на пересечении улиц Гагарина и Громова в микрорайоне Береке заселят. Комнаты получат 200 молодых петропавловцев. А пока в День независимости ключи вручили десятерым горожанам. Разделить радость с будущими новоселами пришли родные и друзья. С двойным праздником их поздравляет Акимобласти Ерик Султанов. Сегодня в знаменательный день независимости нашей республики мы открываем двери двух общежитий, построенных специально для молодежи. Как особо отметил глава государства, лидер нации Настанович Назарбаев, молодежь – опора нашего будущего. В нашей стране сегодня создаются все необходимые условия для вашего роста и развития. Я всей души поздравляю вас, желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. И вот самый волнительный момент. Глава региона вручает новоселам ключи от комнат в общежитии. Жить петропавловцы здесь могут пять лет, пока они приобретут собственную недвижимость. Сегодня заветные «синие коробочки» получают 10 молодых людей. Все они участники государственной программы «Дорожная карта занятости-2020». За время ее реализации с 2011 года в Северном Казахстане были трудоустроены более 10 тысяч человек. Участникам программы это для молодежи до 29 лет. Если он участник, у него подписан социальный контракт. При наличии социального контракта и в жилстрой сбережения договор. Сразу после торжественной церемонии новоселы спешат в свои комнаты. Полгода назад Даньяр Сураганов нашел работу через центр занятости и стал претендентом на комнату в общежитии. На днях молодой человек планирует справить новоселье. Настроение отличное сегодня. Тем более праздник, вдвойне приятно. Ну, наконец-то появилось свое жилье. Тем более сейчас планирую создать свою семью. В общем, большая поддержка от государства. Поздравляю всех с праздником. Процветание в нашей стране. Огромного здоровья нашему президенту. Из комнаты семьи Якуповых доносится аромат свежей выпечки. Там накрыт большой дастархан. Этого дня Амир с супругой и дочерью ждали с нетерпением. В браке выпускники интерната для детей-сирот 8 лет. Все это время ютились на съемных квартирах. Мы очень рады, что получили эту квартиру. Теперь будет у нас экономия. Будем откладывать на собственное жилье. Большие эмоции были у ребенка. То, что будет собственная комната. Всех с праздником поздравляю. С Днем независимости. Хочу огромное сказать спасибо нашему президенту Марсалтану Пишевичу за предоставленную такую возможность. В городском центре занятости, в своей очереди, на комнаты в общежитиях ждут более 2000 молодых петропавловцев. Заявки принимаются до 20 декабря. Мы отметили очередной год в истории независимости нашей страны. То есть перевернулась еще одна страница. А значит, в пору начинать писать новую. Впереди у Казахстана еще много амбициозных планов. И вызовов тоже немало. В своей праздничной речи под сводами роскошной «Астана-опера» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не только поздравлял народ, подводил итоги 24 лет нашей независимости, но и обратил внимание на то, что страну ожидают еще более сложные маршруты, чем в прошлом и настоящем. История никогда не бывает лишь хронологией одних побед. Кризисы учат науке побеждать, сказал Назарбаев. В общем, сейчас Казахстан проходит очень сложный, но очень важный урок. Но страна – это прежде всего люди. И когда каждый из нас сможет осознать, что не мы зависимы от каждого из нас, что-то зависит, можно будет говорить о том, что казахстанский народ прошел свое становление. Независимость Казахстана – это в первую очередь смелые и добрые дела его граждан, направленные на развитие. Это каждодневный труд. Поэтому традиционно накануне государственного праздника награды получают самые достойные граждане республики. Кто эти люди, рассказывает Кристина Горбаченко. За два с небольшим десятка лет с момента провозглашения суверенитета наша страна серьезно укрепила свою экономику и добилась всеобщего признания на мировой арене. Как отметил Ерик Султанов, в этом есть заслуга каждого североказахстанца. Сегодня главой государства перед нами поставлены новые масштабные задачи. В ежегодном послании народу Казахстана, Казахстан в новой глобальной реальности, рост, реформ и развитие, убежден, североказахстанская область внесет свой особый, значимый вклад в достижение поставленных целей. Наш регион из года в год улучшает свои показатели во всех сферах. Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днем Независимости. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра, счастья и благополучия. Пусть крепнет единство народа Казахстана, гордо реет знамя нашей независимости. Ко Дню Независимости стала традицией вручать государственные награды. Получают их люди, внесшие весомый вклад в развитие нашей страны. Их трудовая деятельность исчисляется десятками лет. Первый заместитель Акима области Айдарбек Сапаров сегодня стал обладателем Ордена Парасад. Благодаря главе государства сегодня есть стабильность, мир и согласие. Я хотел бы выразить огромное слово благодарности главе государства, лидеру нации, арс-султану Мишу Назарбаеву. Четверым североказахстанцам Ерик Султанов вручил Орден Курмет. Госнаграду получил и директор ТО Заградовское Иван Фисенко. Для страны он выращивает хлеб. Мое дело растить хлеб, кормить народ. Вообще землей я работаю, на земле вернее работаю 35 лет. То есть когда закончил техникум, после техникума агронома отделения, главный агроном, и вот уже 16 лет директором крупного хозяйства. Это заслуга всего коллектива, а коллектив у нас ТО Заградовское, 150 человек. Аграрии Акимы – ветераны-строители. 10 жителей Северного Казахстана удостойны медали Ерен Янбегаушен за трудовое отличие. 55 лет – общий трудовой стаж ученого Ольги Гаас. Она хорошо знает, какие сельхозкультуры лучше всего выращивать на казахстанской земле и как получать высокие урожаи. Мы занимаемся производством элитных семян. И кроме того, еще наукой. Мы изучаем интенсивные технологии, различные сорта и, самое главное, даем элиту для всей области. За милосердие и благотворительность Бахаджан Самиева и Татьяна Лузакова удостойны медалей Шапогат. Наше учреждение – единственное в республике, первое такое учреждение в республике. Выпускает детей, которые имеют нарушение продвигательного аппарата, но обучаются в общевыразовательной школе по инклюзивной программе. То есть они обучаются наравне со здоровыми детьми. Простой общевыразовательной средней школе номер 13. Еще 14 наших земляков получили почетные грамоты республики Казахстан. Учредитель Тойотитан Север Гарик Берницян стал обладателем медали 20 лет Ассамблеи народа Казахстана. Троим североказахстанцам Ерик Султанов вручил почетные грамоты сената парламента. Еще почти два десятка человек получили награды Акима области. Такой нам запомнилась эта неделя, отмеченная, пожалуй, самым главным государственным праздником. Впереди предновогодний хлопот и, конечно, подведение итогов уходящего 2015-го. Мы сделаем это в следующее воскресенье. Так что оставайтесь с нами, новости будут и пусть больше будет хороших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин